Первый в мире электрический трамвай создал русский инженер-артиллерист Фёдор Пероцкий. Мысль о создании электротрамвая зародилась у изобретателя во время прогулки по Киеву с Павлом Яблочковым, создателем знаменитой свечи Яблочкова, одной из первых электрических лам. На одной из изобретатели обратили внимание на плотное движение по Владимирскому спуску. Если цивилизация будет развиваться по теперешнему пути, в городах невозможно будет жить. Посмотрите, телех и карет нужно все больше и больше. За лошадьми и сейчас не успевают убирать. С мостовыми проблема. Даже гранитное покрытие истирается подковами и железными ободьями. К этой мрачной картине могу еще добавить темноту. Полагаю, спасение в электричестве, точнее в электрической тяге. Все лето 1880 года Пероцкий переоборудовал обыкновенный коночный вагон. История сохранила его номер 114. На территории Рождественского вагонного парка изобретатель построил электростанцию и передала участок пути длиной 85 метров. Наконец, 22 августа 1880 года впервые во всем мире пошел электромоторный вагон трамвая. Он двигался со скоростью конной рыси до 12 км в час. Делал крутой поворот, останавливался и двигался назад. Показ успешно проводился до 16 сентября. Запестрили восторженные отзывы в газетах. Об успехе писали научно-технические журналы. Вот как описывался опыт Пероцкого в одной из газет. В 12 часов дня на песках на углу Болотской улицы в первый раз в России двинут вагон электрическую силу тока, идущего по рельсам, по которым катятся колеса вагона. Динамо-электрическая машина подвешена к вагону снизу. В 1881 году Пероцкий продемонстрировал схему своего изобретения на Парижской международной выставке. Казалось, вскоре трамвай будет курсировать по улицам столицы Российской империи, но помешала обычная консервативность России. Богатые люди, вложившие большие капиталы в конки, которые еще не окупились, стеной встали перед трамваем. На Западе же в течение пяти последующих лет все трамвайные линии строили по схеме Пероцкого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok